Сегодня у нас продолжение челленджа, так как я прошлый челлендж выиграл, ну как кстати выиграл, я его прошел, я его сделал, выиграл, я не знаю кто был самый быстрый. Итак, тогда я сегодня запускаю новый и передам его кому? Механик, Олька, Трассу и Гусаку. Итак, сегодня езда будет без правил, в этот раз также время 30 минут, правила можно абсолютно все нарушать, ну кроме, понятное дело, там моды всякие, не стать и так далее, стандартные грузовики, там любую коробку, любые двигатели стандартных, а это и другие игры, вы можете купить в моем магазине игры AlexStore, ссылка в описании. Обязательно груз, груз я думаю по весу любой, в моем случае груз весом 15 тонн это уксус, вот, и нам нужно проехать 1300 километров за 30 минут, мне кажется это будет очень сложно и поэтому без правил, просто чтобы можно было валить на красный и так далее. А вот, собственно, как-то так, как-то так, не знаю, пожелайте мне удачи, не знаю как проеду, может быть разложусь вообще, но я попробую это сделать. У нас сейчас идет дождь, я сейчас на Вольво, топовый движок, я просто знаю, что Вольво самая быстрая. А, давайте еще тоже одно, версия игры должна быть там какая, 1.38 или какая там последняя, я не помню. Ну то есть не какая-нибудь 1.24, там где еще не было ограничителя и Вольво могла с грузом шуровать 180, я помню такие времена еще были, а то кто-то сейчас хитрожопый поставит. Ну что, у меня 1560 км отмечено, нам нужно проехать 1360, и того останется 260 километров, то есть на 260 километрах я останавливаю таймер. Так что сейчас сажусь в салон и запускаем. Три, два, один, поехали. Ох ты блин, тяжело как едет. Погнали, 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 погнали. Не забудьте участникам проспамить в комментах, чтобы они увидели. Не знаю, что получится. Думал 1500, как я говорил в прошлом видео, но я достал калькулятор. Ох ты блин! Ёпты. Я достал калькулятор и понял, что проехать 1500 за 30 минут невозможно. Скоростные просто пределы автомобилей нам не позволят этого сделать. Так, ну пока что по нулям урон, но я блин, конечно, фигню исполнил. Я не думал, что у нас прям так заваливаться будет. Слушайте, походу я закладывать не смогу в повороты, нормально. Попробуем. Я включаю дальний на всякий случай. Чтоб лучше было видно, потому что у нас вечер наступает. Хотел сказать вечер-ночь, вечер наступает. Я уверен на 100%, что если я не убьюсь, 1200 я точно сделаю. 1300 очень должно быть тяжело. Потому что скорость должна быть средняя достаточно высокая. Где-то, ну короче, 150 плюс. Средняя скорость должна быть, чтобы успеть 1300 км за 30 минут. 1200, учитывая, что за 25 минут проехал 1000 км, я думаю, 1200 вообще на изи можно уложиться. Взял почему Вольво? Потому что самая быстрая тачка. Еще с тех времен помню. Но сейчас я, конечно, удивился от того, что я чуть не улетел. От того, что я чуть не улетел. И вот этого я совершенно не ожидал. И груз у меня как бы 15 тонн за спиной. Это как бы немало. Это реально немало. И с ним будет весьма тяжело ехать. У нас уже прошло почти 2 минуты. Время буду иногда чекать. Но, блин, конечно, в самом начале я пипец что вытворил. Чуть не завалился. А просто потому, что хотел побыстрее заехать в поворот. Так. Крейсерскую скорость набрали, которая нам нужна. Но, учитывая, сколько мы разгонялись, пока на подъем выехали. Кстати, трассу выбирайте, какая вам понравится. Потому что, ну, если это будет двухполосная какая-нибудь. Одна в одну полосу, другая в другую. То, конечно же, у вас ничего не выйдет. Потому что трафик будет мешать и так далее. Вольвешник. Кстати, коробка у нас стоит, по-моему, сток. 12 ступка. Стоковая. Профиль это у меня другой сейчас в этот раз. Чтобы Вольво купить. И по управлению, я не знаю, я его не настраивал по управлению. О! Ох ты, блин! Нифига себе, еле вписался. Я же черканул. Вы почувствовали или нет? Так я руль поворачиваю, дальше не хочет. Я просто уже по управлению понял. Короче, вот реально я сейчас начал замечать управление в ЕТС. Короче, прицеп сильно, походу, влияет сейчас. Если сильно закладываешь. И очень тяжелый груз. И походу нагружен достаточно высоко, что центр тяжести смещен. Тачка начинает вообще иначе поворачивать. У меня, кстати, всего две оси. Сзади у меня одна ось. Я решил скамейку здоровую не делать себе. Потому что, думаю, и так нормально сойдет. И кабину взял маленькую. Взял маленькую кабину, типа такой, слипер. Однако. Но я сейчас понимаю, что на высокой скорости на нем достаточно тяжело вписаться. Нужно было, наверное, или трехосник брать. Или фиг его знает, что нужно было брать. Но я сейчас, если честно, подофигел. Чуть не убрался. Просто если я уберусь, то... Ну, это финиш. Это финиш. Там шансов уже не будет. Или дождь влияет. Или, ну, реально тяжело. У нас сейчас 160 скорость. Высчитывал на калькуляторе на том же. Чтобы проехать 1500 за 30 минут в игре. Учитывая, что время дня у нас в игре примерно... Не помню, сколько время дня. Ну, короче, час игровой это 3,5 минуты. То есть, получается так, что нам... Ух ты, молодец какой. Я уже забыл, что кто-то сказать. А, чтобы проехать 1500 за 30 минут. Нужно, чтобы средняя скорость была порядка 166 километров в час. То есть, ну, грузовики тут столько не ездят. Если, конечно, поставить версию какую-нибудь, я не знаю, 1.24. По-моему, там еще были такие скоростя. Блин, тупо не поворачивает. Вот тогда можно будет сделать такой рекорд. Но, так как сейчас примерно ограничение в 160. Что в ЕТСе, что в АТСе. И поэтому это невозможно на данный момент. Так, у нас прошло почти 5 минут, а мы проехали вообще фигню. У нас должно было сколько? 260 км остаться? Блин, как это все минусовать? А, ну если было 1560 и сейчас 1360. Я хоть правильно поехал? То получается так, что мы проехали 200 километров за 5 минут примерно. 200 км за 5 минут. Это 1000 км за 25 минут. Примерно так же, как и в прошлый раз ехали. То есть, 1200 пока что мы успеваем. По нашему времени. Для 1300 нужно топить пожестче. И поменьше съездов. Не знаю, даже ночью будет легче или сложнее. Как будет по трафику. Но тут, наверное, еще дождь нам помогает. Куда-нибудь убраться. И съезжать очень тяжело. Прям чувствуется, что руль наливается. И тачка может просто... Ух ты, блин. Ну, это прицеп, да? О, грузовик. Прикольно. Ну, 1% в принципе особо не повлияет на ходовые характеристики. А вот несколько процентов уже будет влиять. Но мы все равно едем до последнего. 1200 я уверен, что сделаю. Думал изначально 1200 сделать. Но понял, что 1200... Ну, это 100% можно сделать. Даже 1200 можно сделать по правилам даже успеть проехать. Поэтому 1300 лучше без правил. Почему? Потому что по правилам, в принципе, что тут ехать по правилам? Поворотники включай, да и все. Или на светофоре где-то остановись. Особо тут больше ничего нет. Поэтому, то есть, в принципе, даже по правилам идет и так жесткая рубилова по трассе. Чтоб лететь с бешеной скоростью. Поэтому смысл... Отвлекаться на это все, если можно, просто топить. И сделать плюс 100 км. Вот плюс 100 км, чтобы было 1300. Я думаю, это очень сложно. Не каждый сможет. Конечно, я думаю, что вес груза очень сильно повлияет. Кто какой возьмет. Главное, чтобы груз был. И не пустой трейлер. А если груз будет, то... Есть грузы, по-моему, там по 3 тонны даже бывают. Бывают по 7 тонн. В моем случае 15 тонн. И устойчивость крайне хреновая. То есть, если взять каких-нибудь 7 тонн, я думаю, что 1300 в принципе можно уверенно пройти. Но не знаю. Не знаю. Так, мы прошли 300 км за 7 минут 20 секунд. Чё-то как-то не весело. Это сколько получается? 7, 14, 28, 300. А, нифига. У нас что, запас получается? 2 минуты? Где-то 2 минуты. А, нет, 20 секунд. Секунд 40 запас. Неплохо. Слушайте, мы походу идем на успех. Походу... О! Неужели дождь заканчивается? Так, сейчас правый поворот будет походу очень... Или растянется. Не растягивается. Отлично. Дворнички вырубаем. Чтоб аккумулятор не хавали мой. Так, ну одно ДТП у меня было. Но в принципе, я изначально сказал, что в принципе можно нарушать. 1200 км осталось проехать. Ну как, кстати, осталось. Из них 260 нужно вычесть еще. Но я буду ехать до Талова. То есть, когда мы проедем именно 1300, и тогда остановлю таймер. Чтоб понимать, за какое время я пройду 1300. Ну, в принципе, если буду не успевать, я-то чекну, конечно. На каком километраже закончится время. Так, это дальний. Да, дальний. Пока что все хорошо. Управляемость, кстати, по-моему, Вольво начала получше управляться. Непонятно почему. Возможно, реально дождь как-то влияет. Но мы сейчас летим 157. По-моему, самые быстрые тачки в игре это Вольво и Скани. На первом месте, конечно же, Вольво, на которую я и еду. А на втором месте, по-моему, Скани. Ну, Скани, по-моему, разгон чуть пошустрее. А максималка поменьше. 100 км ограничения. Опа. Хороший поворот намечается. Сейчас, походу, придется оттормозиться. Так, мы проехали 1000... Ой, 1400 км проехали. И тут, по-моему, нужно притормозить или нет. Да, я немножко... Ох ты, нифига, какой крен пошел. Ну, я, кстати, на тормоз разочек нажал. Меня аж швырнуло чуть-чуть. Ну, кстати, судя по скорости, будто не нажимал ничего. Так, почти 10 минут прошло. 20 секунд еще и будет 10 минут. На 10 минутах посмотрим на расстояние. Чтоб понимать, чего мы достойны. 7 секунд. 5 секунд. 2. 1. 0. Так, ну, 1130, допустим. А что выходит? Не знаю, 1130. Так, а там 60. 5. То есть, ну, 35... 435 км за 10 минут. То есть, умножаем на 3, чтобы было 30 минут. Это 1200 плюс 35. 70. О, так у нас запас еще 5 км по времени. Слушайте, в принципе, возможно. Я думаю, что если прям по трассе стартануть, шансов больше будет. Если не из города. Ну, просто я решил из города, чтобы уже, ну, не наглеть окончательно, чтобы с трассы не стартовать. По городу чуть проехался, чтобы округлить километраж, чтобы потом было полегче считать. На 1300, думаю, будет прям впритык. Я вот уверен, что прям будет впритык. А нарушать, не нарушать? У нас тут что? Ну да, один раз в ДТП попали. А один раз там чуть не опрокинулись. Ну, типа, нарушения-то вроде бы не было. Вроде ничего не сбили. Это просто так в поворот залетел. Да, в принципе, и поворотниками не пользовался. И все. У нас ни одного светофора за дорогу еще не было. Знака там, типа, проезд без остановки запрещен и так далее. Тоже ничего не было. То есть, ну, по факту, в принципе, то же самое даже можно по правилам. И никакой особо разницы не будет. По времени. Да, ну, кроме светофоров, конечно. Если будут светофоры, то это сразу пиши пропало. Потому что в таком челлендже на 1300 километров любой светофор, это значит проигрыш. Достаточно, мне кажется, одного светофора, чтобы проиграть. Потому что светофор это 30 секунд. 30 секунд реального времени это... Ну, а сколько? Если игровой час... А игровой час это, например, средняя скорость 150 км в час. То есть, за игровой час мы проезжаем 150 километров. То есть, а реального времени это 3,5 минуты. То есть, полчаса, то есть, 30 секунд, пока светофор горит красным. И это даже не учитывая то, что вы остановитесь, пока разгонитесь заново. Получается так, что полторы минуты. Минута 45 реального... Ой, какого реального? Блин, я запутался. Потерял мысль. Минут 45 чего считал. А, игровой час. Реальная минута 45 это один игровой час. Как бы. То есть, смотрите, 3 светофора это счета и... То есть, один светофор это 50 км. То есть, вас тормозит один светофор на 50 км пробега. Вот, что я хотел сказать. Получается как-то так. Это если не учитывать... Остановку и разгон. То есть, примерно 30 секунд горит красный. И... За время, пока вы стоите на красном, вы можете успеть проехать 50 км. Вот, как раз-таки, буквально 2 светофора, плюс остановка-разгон, вот и минус 100 км тех же. Даже 150. Вот, поэтому у нас сегодня езда без правил. Вдруг кто-то хочет под светофором покататься. Так, ну считай, проехали 500 км, проехали. 500 км за 13 с половиной минут где-то. Ух ты, блин. Нифига страшно было. Слушайте, ну прямо прокинуться очень сильно хочет. Очень неустойчивый, кстати, у меня грузовик. Прям пипец вообще. Кренится очень сильно. Прям крены жесткие. Страшно ехать. Очень страшно ехать. Мы на чем там ехали? На Ивека. В прошлой поездке на арендованной. Она устойчивая была. Она реально была устойчивая. Вольво вообще на дороге не стоит. Сразу так и норовит завалиться. Я даже газ бросаю в поворотах. Потому что вы видите, да, по рулежке, что оно вот-вот завалится. Но нам нужно успеть. Нам нужно успеть любой ценой. Так, время близится тем самым к 15 минутам уже. К 15 минутам. Уже 14.45 мы едем. На 15 минутах нужно будет, наверное, посмотреть. Так, хоть отдохнуть можно на подъеме. Но сейчас, по-моему, затяжной спуск будет. Главное, чтобы трафика не было. И поворотов резких не было, чтобы... 15 минут. 885 км. Это к 65 плюс 20 километров. 885. Ну пусть даже если 20 км не считать. Это 600 километров. 600 километров? Слушайте, что-то мы не успеваем, по-моему. Получается, в 1300, да? Походу, мы не успеваем по времени. Реально не успеваем. Нужно быстрее ехать. Не хватает времени. Что-то изначально вроде бы успевал. Сейчас перестал успевать. Ты собака, блин! Автобус сраный. 3% на фуру, один на прицеп. Просто выехал под меня. Жесть. Но выворачивать я уже не стал, потому что я бы просто улетел. Поэтому я не стал никуда сворачивать. Я просто поехал дальше, как и ехал. Ну, 3% урона у нас. Так, что я тут впишусь? Нет. Ух! По внутряночке. Скорость падает. Блин, чувствую, можем не успеть. Прям чувствую, что можем не успеть. Давай, топи, детка. Нужно разгоняться сильнее. Груз полегче, и все будет супер. Ого! 159 на подъем пошли. Как так-то? Со спуска разогнаться не могли. Подъемчик маленький пошел. Сразу 159 скорость. О, падает. Так, должно оставаться 200... Боже, я уже забыл сколько. А, почему всегда считаю 265? Если у нас 60 было ровно, то просто изначально начиналось 65. У меня поэтому, походу, в голову себе вбил. 65. Было 1560 км, по-моему, было. Да, изначально я говорил 260. 5 км лишних. Плюсанул или минусанул. Не знаю. Короче, 260 должно быть. Ну, на 360 точно замеряем время. Сколько будет. И чекаем время на 260. То есть, 360 и 260. 260 это будет прям 1300. А 360 это 1200. Как-то так. Блин, хорошо прет. 164. Давно на Вольво не ездил. Последний раз на Вольво в ЕТСе катался на этом. Наверное, года... Года три назад, наверное, катался. Последний раз на этом Вольво. И то, когда можно было на нем с грузом 180 валить. Прям хорошо это помню. Хоть трафик в нас не перестроился. И то радует. Так, а время уходит. Время уже 18 минут прошло. Ух ты, блин. Тут еще и развязка. Ух ты. Хорошо, Аудюшка идет. Вообще умничка. Умничка, Аудюшка. Я уже еду, думаю, что вправо на обочину уходить? Пролетать там? Или как? Новые рекорды? Нет. Давай, 165 хоть разочек. Мы ездили сегодня хоть раз 165 или нет? По-моему, нет. Так, 700 километров осталось проехать. Из них должно оставаться 360 и 260. Время уже 19 минут прошло. Время прям летит. 169! 170! 170! Нифига себе! Вот это шпарит! Слушайте, а мне топлива хоть хватит? На 3500 км у меня топлива? Нифига, Вольво мало жрет. А где мы там катались, что у нас 2 литра на километр жрало? Или в АТС, или в Скане жрало 2 литра на 100 км. Или в Манн Хавл 2 литра на 100 км. А у нас, получается, Вольво жрет вообще фигню. Вообще нифига не жрет. Так. Было 660 на 19,5 минутах. 660 из них должно остаться сколько? 260. То есть 400 км осталось? Не понял. Мы, походу, успеваем. Прямо конкретно сейчас успеваем. Неужели я успеваю? Я запутался уже считать время. Но изначально было 1560. 260 высчитываем, чтобы было 1300. Так, я тут, пожалуй, приторможу. Потому что очень опасно. Блин, тормозов, походу, нет. Потому что думал, на тормозах машина вообще не тормозит. Ехал 160, почти притормозил, 155 стало. Я, кстати, не проверял, есть у меня тормоза или нет. Кстати, интересно было бы, да? Блин, а что если сделать челлендж? Проехать 1000 км без тормозов. Не нажимая на тормоза ни разу. Но можно нарушать правила. Или довести. Или довести груз. Изначально. Неважно, за какое время. Главное, довести. Что скажете? По-моему, это было бы весело. По-моему, офигительная идея просто. Это будет реально смешно. Куда-то поехать без тормозов. То есть, нужно так, чтобы можно было нарушать, но без ДТП. Да? По-моему, будет просто пушка. Я думаю, можно будет такую фигню исполнить. Это будет жесть. Ну, конечно, ради прикола можно еще время поставить. Но тогда маршрут уже все будут выбирать любые. А так можно... Ну, точнее, не любые, а самые удобные. А так можно реально кайфануть по разным дорогам каким-то. Так, я садил нормально нашу Вольву, потому что опасно было бы от поворот влетать. Сейчас придется разгоняться долго. Тоннель, наш любимый тоннель. 22 минуты прошло. Осталось 300 км проехать. За 8 минут осталось проехать 300 км. 300 км это 3 часа игрового времени. А нет, 2 часа игрового времени на нашей скорости. 2 часа игрового времени это... Реального времени минут 7. То есть, я вроде бы как успеваю в данный момент. Вроде бы как успеваю. Блин, сейчас снова придется притормаживать, походу. Или нормально? Я чуть сбавлю. Ага, сбавил. Нифига не сбавил, походу. Хоть трафика нету толком. Нормально идем. О, подъемчик сейчас нашу скорость хоть чуть-чуть потратит. Что, впишемся, не впишемся? Не знаю, бросать газ не буду, наверное, бросать. Так, 23 минуты уже прошло. Осталось 500 км проехать. Но из них 260 должно остаться. Ух ты. Тут мы еще не были. Так. Газ бросил пока что. Пока что я газ бросил. Приторможу немножко. До 130 сбросил, потому что, ну, стрёмно тут ехать немножко. Так, у нас осталось 200 км проехать. Ой, какой 200? 300 км осталось проехать. Или сколько? А, нет, 200. Фух. 300. Я такой смотрю на время, я такой понимаю, что мы не успеваем. 200 км. 260 должно быть. Капец. Сам придумал, сам запутался. Время 24 минуты прошло. Это получается для 1560. 1000 км. То есть мы 1100 уже проехали, меньше чем за 25 минут? Чего вообще? Нифига не понял. 1560 было изначально. То есть, когда было 560, мы сотку пролетели. Мне, походу, придется пересмотреть свое видео. Я не одупляюсь вообще, что происходит. Так. Поворотики активные. Активные поворотики. Ух ты, блин, как тяжело. Так, вот тут точно надо тормозить. Иначе я уберусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сбросил до 130. Прям серьезно сбросил скорость. Просто, ну, слишком крутые повороты пошли. Это шанс на проигрыш. 400 км. Так, нам осталось проехать чуть больше сотки. Чего? Блин! Тачка. Ну, оттормозился очень сильно. Не вписывался просто вообще уже никак. Сейчас, походу, закончатся эти повороты резкие. Потому что что-то тут вообще сложно ехать. У меня, кстати, на грузовике, грузовик-то был новый. Где-то пробег был 45 км. Может, чуть больше. Сейчас вижу снизу 1245. То есть, примерно то на то и выходит. То есть, все правильно. 1200. То есть, мы уже пролетели. 1300. Вот последние километры уже пошли. О! 1300 пошли последние километры. А время 26.40 сейчас. Чё, неужели можно проехать 1500 за 30 минут? Неужели? Чё-то я сам не верю в это. Если честно. 100 км осталось ехать. Блин, ну тут повороты, конечно, серьёзные. Явно не для такой скорости. Потому что мы уже тупо плетёмся. Тут тормозить нужно. Эй, тормоза! Вы где? Тормоза где-то потерялись. 90 еду! Блин, давай! Топи! По-моему, можно 1500 без грузовика. Ой, без грузовика, без прицепа. Дубасить. Мне кажется, 1500 возможно проехать. Так, нам уже осталось 50 км. 50 несчастных километров нам осталось. А время прошло всего лишь почти 28 минут. Почти. То есть 28 еще нет. 28 прошло. Так. Засекаем. Можно ради прикола дальше проехать. Посмотреть, сколько останется. Я сейчас просто скажу, сколько времени будет на этот момент. Когда мы проедем. На 260. Чтобы вы понимали. А потом поедем просто до 30 минут проверить, докуда ж можно добраться. За это время. Чтобы понимать примерное время на следующие челленджи, если что. Так, 6 километров. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 28, 58 было. Ну, думаю, что можно считать 29. Думаю, можно смело. Так, ну 254. Поехали тогда уже прямо. 251. По идее, должно отдаляться, нет? Лол. 396. Ну, допустим, 4 км там проехали. То есть мы, в принципе, за 29 минут успели проехать 1300 км. 1300. Офигеть. Так, почти 30 минут. И сколько у нас сверху прибавится? По идее, полтос еще сверху сейчас накинется. Это с учетом того, что мы с грузом 15 тонн и тормозили нормально. 30 минут. Это 366 было. То есть, ну, 33 км еще успели за минуту проехать. Где-то так. За счет того, что тормозили и так далее. То есть, в принципе, получается так, что мы выполнили 1300 км по езде без правил с грузом 15 тонн за 28 минут 58 секунд. Ну, пусть 29 минут. Я думаю, что без груза реально сделать полторушку. Потому что я думал, что даже 1300 это будет прям впритык. По самое не хочу. Но запас в минуту в целую остался. Так что я думаю, что можно наш челлендж продолжать. Ну что, народ. Спасибо всем огромное за просмотр. Если вы хотите дальше от челлендж, например, на езду без тормозов. Или же проехать полторушку без прицепа с нарушением правил за 30 минут, пишите в комментах. Ну, я с вами на этом прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok